Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 апреля. Сейчас, как всегда, несколько вопросов, ответов прочитаем, потому что роликов сейчас весной тем прибавляется. И хочешь, не хочешь, что я делаю, то выкладываю. Тут же сразу комментарии. В комментариях обязательно вопросы. Так, вот про первую ночь в холодной теплице. Да, новость у меня. Я первый раз оставила в этом году в холодной теплице. Теплице ночью приходилось, конечно, туда выходить в 2 часа ночи. И вот Светлана пишет, ну ты даешь, думала, идешь спать в теплицу, никак не можешь без своих растишек. Я-то могу, но просто страшно. Такой объем работы проделан, и если все разом замерзнет в одну ночь, я не знаю, настроение, наверное, немного понизится. Елена Озерова спрашивает, как я готовлю теплицу к видео. Чем вы делаете такие аккуратные лунки? Ну, рукой. Ты не знаю. Ну, так вот раз в круговую, рукой, все. Других приспособлений нет у меня на все случаи жизни руки. И грибу ими, и копаю, и лунки делаю. Наталья Чернявская спрашивает, куда обрезанные листья деваю после стрижки томатов? Все листья томатные я выношу за пределы своего участка, никогда не оставляю. Так. Галина Ложкина пишет, что в этом году проращивала ускоренным методом теплый стол. По вашему видео. Так. Ну, короче, там какие не взошли, она добавила земли, перемешала, и потом они все в итоге взошли. Но с разной разницей во времени. Вот к видео, как выглядит рассада на продажу, Наталья Казимирчук пишет. Здравствуйте, как вы, интересно, очень подробно рассказываете. Голос приятный. Вы говорили и перечислили низкорослые сорта томатов с толстыми ногами. Я их все записала, они подойдут мне для сибирского региона. Очень хотелось бы узнать, есть ли высокорослые сорта томатов тоже с толстыми ногами. Я живу в Кемеровской области, хотелось бы услышать от вас, если не трудно, напишите, какие сорта лучше подходят. Ну, смотрите, высокорослые вы имеете в виду, если вообще индотерминатные, то таких толстоногих я не видела. Если средние высоты, то бывают... А какие лучше всего подходят... Так, спасибо, Наталья Казимирчук. Какие больше всего подходят? Наталья, понимаете, у меня вот в этом году я посадила 250 сортов. Половину из них подходит, потому что я живу в сибирском регионе, я высаживаю именно для своего региона. Но перечислять 120 сортов времени нет. Вы смотрите видео, я понемногу, вот я сначала про эти толстоногие низкорослые рассказала, потом буду про большие рассказывать. По мере того, как рассада подрастает, я постараюсь о каждом сорте в рассаде рассказать. Но, естественно, когда я рассказываю про рассаду, я и говорю, как он потом летом будет себя вести. Пишет Лариса Чернова, грунт из лунок куда потом? Ну, грунт из лунок никуда, здесь же я рассыпаю. В прошлом году я к бортику вот сюда подсыпала, вроде как для утепления. В этом году высыпаю на дорожку, он весь потом... Будешь ходить, он весь притопчется, никуда он не денется. Просто грунт этот, который я приношу, вот этот перегной, он за сезон съедается растениями, и потом остается тот же объем грунта, нисколько не прибывает, потому что некоторые удивляются, ой, куда вы деваете грунт? Вы таскаете, таскаете в теплицу, машину перегной, например, покупаете там за 2 года, все растаскиваете. Так растения этим питаются, они все съедают, ничего там лишнего не остается. Вот Любовь спрашивает, а при какой температуре оставить рассаду на ночь в теплице под дугами с укрытным материалом? Рассада стала большая, емкости большие, хочется вынести. Живу в Челябинской области, погода примерно такая же. Но я вот вам про погоду вот только что в этом как раз видеоролике, вы не досмотрели, наверное, до конца, я как раз и смотрела, что если у меня 2, то у меня 7-8 в теплице, значит, ее можно оставлять. Если я включаю небольшую ветродуйку, значит, там делается 12. Про температуру, как раз я про температурный режим в конце все объяснила. 8-10 градусов, если у вас в теплице. Вы у меня спрашиваете про свою теплицу, то проще все это укрывные дуги, укрывной закрыть, положить туда термометр на что-то, не на грунт, а вот на что-то, и выйти ночью, посмотреть, какая температура. Если выше 10, значит, смело оставляйте. Если ниже 10, значит, нет. Я не могу сказать, какая у вас теплица, как, насколько она воздухопроницаемая, как холод у вас заходит туда. Вот у меня, например, она со щелями, у нас она разошлась, у меня там щели, там щели. Если у вас все герметически заделано, то при такой же температуре у вас будет теплее. Это все индивидуально. Я вам не могу сказать, сегодня вы носите, вы вынесете и замерзнете, а вдруг у вас там теплица решетов, вот как у меня, например. Так. Наталья Каракулева пишет, отличная рассада, с удовольствием смотрю. Так. Вас любим, уважаем. Просто приятного человека, пишет Виктория Мирошниченко. Здоровья, благополучия. Я тоже люблю всех, но особенно, конечно, люблю людей доброжелательных, которые как я вам, так и вы мне. А когда я вам хорошо, а в ответ пишут не очень, то мне, конечно, таких я не очень люблю людей. Я тоже, ну, добрый-добрый, до определенного предела. Конечно, я всех подписчиков люблю, и даже любые, ну, иногда и каверзные вопросы. Вроде иногда начинаю злиться, что зачем это пишут, а потом думаю, а может быть, действительно человек не понимает, бывает же такое, не все же быстро обучаемые. А может, кто-то плохо слышит, а может, кто-то плохо видит. Потому что вот на видео вот всё-всё вроде расскажу, и тут же в комментариях к этому видео спрашивают опять тот же самый вопрос, который я только что осветила. Ну, я думаю, ну, наверное, со слухом плохо. И начиная опять всё рассказывать. Ну, что, всякие бывают люди. Вот Елена Колбакова пишет, о, я тоже люблю сыр в салат заворачивать, вкуснятина. Я кручу вот такие, как, кто они мини, кто они бутербродики, или кто да, именно сыр мягкий такой, ну, твёрдый, твёрдый сорт сыра, мягкий, размягчённый на солнце. И вот салат в одесский кучерявец, особенно в несколько слоёв, листов 5-6. Ммм, вкуснятина. И диета, и польза, и всё там. И витамины, и белки, и жиров немножко. Жиры тоже нужны. Наталья Суханова, спасибо за позитив и комментарии. Ну, вот про первую ночь пишет Елена. Пусть закаляются не только солнцем, но и низкой температурой здоровье будет. Потом и холодной водичкой иммунитет повышайте. Ну, а я холодной водой и всегда и поливаю. Потому что у нас другой воды нет, из-под земли идёт ледяная. Что бы на это специалисты-агрономы сказали? Ну, они, конечно, говорят, что вода нужна тёплая, но на мой объём рассады тёплой воды не наберёшься. Ночная фея! Галина Мишкова пишет. Да, я по ночам шарю с весной. Это хорошо придомовая теплица. Скоро я начну шариться по всем теплицам, которые в огороде. Чем больше, ну, буду туда выкладывать же, проверять ночью приходится. Мне там сказали, какой-то есть термометр, на расстоянии оповещение даёт. Ну, нет у меня ещё такого. Александра пишет. С магазинным грунтом да, лотерея. У меня в этом году некоторые семена вообще не взошли в одном грунте покупном, а в другом те же самые семена взошли. Так что всё имеет значение. Качество семян, количество, состав грунта. Пишет Наталья Чернявская. У вас томаты будут в два или три вида. Смотрите, у меня центральная дорожка. Справа и слева вот эти вот гряды широкие разделены ещё на две части. И в каждой из частей идёт по строчке, по рядку томатов, где они по два в одной лунке. В результате четыре вот таких строчки, но если разобраться, то если их по два в одной лунке, то получается восемь. Но я вот буду делать, я всё подробно расскажу. Я не знаю, как сейчас поняли вы или нет. Одна дорога, справа две строчки томатов и слева две строчки томатов. Но в каждой строчке лунки двойные, по два томата. Людмила Морозова, спасибо, что делитесь мудростью. Учусь у вас постоянно. Вопрос. В пузырьках, подвешенных в теплице, содержится йод или что другое? Но сейчас эти пузырьки висят пустые. Вообще в прошлом году был там йод, но тут уже много комментариев, что йод помогает и не помогает, вредный, безвредный. Я вот его вешаю и, может быть, для самоуспокоения. У меня фитофторы не бывает в теплицах. Я думаю, что вот это от моих обработок, от йода, от всего, может быть, просто её не бывает. Но раз я считаю, что мне йод помогает, значит, он будет у меня висеть. Тут и про вред говорили, что нельзя вот это. Но я же, я говорю, что мы все взрослые люди, всё это, всё понимаем. Естественно, сейчас они висят у меня пустые. И пока я весенние работы не сделаю, пока я не высажу, пока я всё там не управлюсь, я йод не вешаю. Или он у меня в прошлом году висел с закрытыми колпачками. Ну, просто не разлетался. Как я всё сделала, управилась, перекрестила их, пробочки открыла и ушла. Потом всё лето двери открыты. Если даже я на какое-то время захожу туда, там никакой концентрации такой опасной йода нет. Потому что, ну, мне вот нравится, когда заходишь, и вот этот медицинский запах больницы, и я спокойно себя чувствую, я захожу, пахнет стерильностью. Значит, никто здесь не заболеет. Ну, это вот своеобразные такие фишки. У каждого они есть свои. Вот Александра пишет, если подобные ролики, ответы на вопросы, это болтовня, ни о чём, то такие комментарии хамства. Это, ну, про то, что женщина написала, да, болтовня, ни о чём. Да, Александра, а я хочу сказать, она даже не про ответы на вопросы сказала болтовня. Это я ещё поняла бы. Здесь действительно то одно, то другое я начинаю. То про огород, то уже про жизнь, то вообще про настроение. Она сказала болтовня про видеоролик, где люди спрашивали, нужно ли отщипывать перец, у перца цветы, если он зацвёл дома. Я объясняла. И вот про этот видеоролик она сказала болтовня. Ну, это просто неуважение к другим членам нашего сообщества, потому что кто-то же спросил, кого-то это интересует, нужно отщипывать, нет. А если вы знаете, если для вас это болтовня, ну, зачем, ну, действительно, на всеобщее обозрение свою невоспитанность, правильно вы говорите, вываливать на всеобщее обозрение свою невоспитанность. Для вас, если это пройденный этап, вы всё это знаете, ну, молча идите дальше на следующий видеоролик или на следующий канал вообще, потому что я знаю, что половина моих вот этих вот и ответов на вопросов, и видеороликов для опытных огородников, конечно, это болтовня. Для них это пройденный этап, но ведь не все такие умные, и не все мы стали такими умными. Я бы вот была рада, если бы лет 30 назад попалась бы мне какая-нибудь бабуська, которая всё-всё-всё мне по полочкам разложила, и я бы не билась, не набивала бы свои шишки, а сразу хоп, и вырастила бы и помидоры, и огурцы. У меня было очень много ошибок и всяких там неудач, иногда даже и всплакнуть приходилось, жалко было. Алена Никитина пишет, рассада парад моделей. А, эти толстенькие, они всем нравятся. И сразу отвечу, многие спрашивают, ой, чем вы их так подкармливаете? А один комментарий вообще в прошлом году написали, написала девушка, представляю, чем только они не перекормлены, но я всем объясняю, что я их ничем не подкармливаю и никогда подкормку толстоногим не делаю. И это не моя заслуга. Некоторые говорят, ой, как вы умело выращиваете, у вас они такие толстые. Это и не моя заслуга даже. Это характеристика сорта. Вот вы уже, кто смотрит меня, постоянно поняли, что есть сорта толстоногие, а есть все остальные. Вот этих толстоногих, их не надо подкармливать, не надо быть такой прекрасной, хорошей хозяюшкой, что вот у тебя именно такие толстоногие. Они и сами вырастут толстыми. Они такие генетические, в них заложено. Ну, наверное, так, как и в людях. Кто-то вырастает толстыми, а кто-то вообще никак. Елена Курсун пишет, Ольга, здравствуйте, а двери в теплится днем открыты у вас? Нет, сейчас, боже мой, нет, нет, нет. Сейчас у нас еще холодно. У нас вот, ну, если 5 градусов на улице, я зачем буду открывать дверь, если мне надо 10 или 15? Я вчера открывала только форточку, и я всегда держу двери закрытыми. Если вот, например, я планирую оставить на ночь, мне же надо, чтобы как можно больше тепла осталось, я наоборот его сохраняю. А форточку вчера открыла, потому что солнце вышло, и начали они как бы подвидать. А я поливать не успевала, у них грунт в стаканчиках высох, и я побоялась, что если я форточку не открою, то они немножко как бы, ну, зажарются листики. Потом, как только я полив сделала, когда у вас влажный грунт, им жара не страшна. До сколько градусов жары им нормально? Я не знаю, сколько им нормально, но 30 или 35, вот даже летом томаты живут в теплицах при 35, 35 градусов у меня показывает. Ну, видите как? Этот термометр висит, и его непонятно, как он показывает. Солнышко же светит, он у меня не в тени, и он у меня как раз в этом месте, где они на солнце, и он на солнце. Может быть, там всего 30. Но я когда захожу, если чувствую, что мне самой там дышать нечем, тогда открываю форточку. Я даже больше не по термометру, по ощущениям. Я хожу в футболки, если мне не холодно, значит им не холодно, всё нормально. Если мне делается холодно, вот когда я их заношу домой, вот вечером выйду, ну как, с голыми руками, и если я чувствую, что прям холодно телу, значит им холодно, я их заношу. Если я выхожу в теплицу, я чувствую, что жара такая, что голова кружится, я форточку открываю, значит им тоже жарко. Они, мне кажется, так же, как мы, но чуть-чуть они больше жару любят, чем мы. Екатерина Мингалева пишет, хохотала вместе с тобой. Здоровья, всех благ, у нас не такие объёмы, и то целый день с рассадой попрыгаешь. Это, наверное, где я говорила, что как сайгак так прыгала, сегодня тоже напрыгалась. Переваливала вёдра большие, большую рассаду здоровую, потом сеяла семена в теплицу, в холодную прямым посевом. Всё это я вам покажу. Сегодня наснимала видео интересных, так что сериал будет продолжаться. Сегодня и завтра утром продолжение следующей серии. Девочки, что вы удивляетесь, что у Оли нет снега, не уже Сибирь, а не Север. Наталья Баженова пишет, а, кстати, снег у меня ещё есть в двух местах. Сегодня прошлась по огороду, в одном закоулке ещё снег лежит, сугроб в другом закоулке. Но я-то хожу по солнечным местам, я в холодные пока углы не лезу. Там вот, где растаяло, хочу завтра и шпинат посадить, и петрушку бросить, вот на солнечных приступочках. Буду делать, покажу. Ой, завтра же я не буду сеять, завтра же. Ну, короче, через два дня. Так. Вот в Германии всё пишут, помогите заказать семена. Ну, вот про семена я сейчас не говорю, мне вообще некогда. Я, конечно, мы договоримся с вами как-нибудь, вот неунывающая птица, очень странное такое имя, неважно. У меня, я говорю, из Америки, когда не могли, ну, такие расчёты сложно с ними. Просто на вещи менялись, натуральный обмен, внуку выслали, там, футболки. Я иду на любые обмены, если людям сильно хочется сибирских семян, они их получат. Вот. Седро Альфонсо. Оля, спасибо за ваше хорошее, позитивное настроение. Хотелось бы, конечно, видеть, что за человек, фотографию, но почему-то некоторые скрывают свои лица. Огорода мания, зелёная красота у вас. А вот, Виктория Мирошниченко написала, я ей уже ответила, чтобы она успела посеять. Ну, скажу всем, что... Она написала, подскажите, можно ли сегодня сеять томаты, ведь неблагоприятный день из-за фазы луны, в субботу благовещение, сколько времени будет потеряно. А я посмотрела как раз в наш календарь, и там написано, что... А вот, Екатерина Гуськова ей пишет, что 3 апреля день благоприятный для посева, овощных культур, всё-всё-всё такое. И написала, сегодня сеять можно. А я посмотрела, и написала, что... И сказала, что я не часто заглядываю в календарь, но так как сегодня... Ну, как раз сегодня я посмотрела, и день не отмечен неблагоприятным. Потому что там написано 5-го новолуния, и отмечено в неблагоприятных 4-е, 5-е и 6-е. А сегодняшнее нет. И я... Ну, если честно, я вот в такие дни, когда поджимает сезон, я сильно не смотрю. Не смотрю специально, чтобы не расстраиваться, а то увидишь там, что день неблагоприятный, будешь думать, вот, может, зря сею. Я лучше так. Галина Мешкова пишет, красота, прям душа радуется. Баклажаны тоже выносите на улицу? Да, я выношу на день, а ночь, на ночь заношу. И так как вот томаты я теперь оставляю, 3 дня буду оставлять на улице, я заношу теперь только лоточек с огурцами для раннего урожая, там у меня штук 15. Потом лоточек с баклажанами и перцы. Все, остальные у меня все остаются. Вот Римма пишет, спасибо вам, дай Бог, за советы, счастья, удачи в жизни, здоровья. Ой, здоровья бы побольше, еще попрыгать бы хочется. Тамара Пахомова пишет, вот как я готовлю теплицу к высадке, что я постепенно, что вот 10 лунок сегодня приготовила, на следующий день, если будет, есть когда еще 10, потому что одновременно сделать всю теплицу. Женщине в моем возрасте, если я хочу все тщательно там все заправить, перекопать, конечно, нереально. И вот она пишет, как вы разумно используете свое время, уважаю, учусь. Вот поэтому так получается, что когда спрашивают, как вы все успеваете, ну, во-первых, я планирую, я стараюсь утром встала на бумажке написать какой-то немножко, что планчик, вот мне надо сегодня перевалить, например, в большой объем, мне надо сегодня посеять это. Если успею под вопросом, то, например, сделать это и это. И стараюсь во что бы то ни стало выполнить все, что наметила. Если что-то не выполню, эта запись приходит на завтра, на следующий день. Даже если когда не пишу на бумажке, мысленно все равно встав утром, я думаю, что мне нужно сделать, что как бы с практической стороны мне удобнее сегодня, а что можно перенести на завтра. и совмещаю так, чтобы, например, если я готовлю лунки вот в этой теплице, то я одновременно могу там что-то посеять, чтобы мне не бегать туда-сюда, раз я воду все равно туда ношу, и это и это все сделаю. Так, пишет Таня, я в шоке, у нас ночами до минус пяти, ну, а у нас тоже, вот вчера первый день, тоже было минус два, минус три, минус пять, так что у нас еще будет. Лариса Шуршкова пишет, я рассаду вынесла в парник на две недели, хочу быстрее, больше прочитать не получается. Сделала внутри парника под дугами второй парник, пережили минус два в парнике, не знаю, как скажется на качестве, но рассада стоит бодрячком. Ничего страшного с ней не будет, томаты они у меня в тоннелях минус семь переживают, все нормально. Главное, чтобы у них не ошпарило листиками морозом, а если закрыто чем-то, то вот такое понижение температур, это не перцы. Так, пишет Ольга, вы молодец. Максим неизвестный пишет, пузырьки с йодом, серьезно, это прикол такой. Максим, ну это на случай, вдруг упадешь, поранишься, тут же раз пузырек снял и обмазал коленочку, и дальше пополз, пополз, пополз. Вот Александра пишет, вы что первый раз про такой прикол слышите, очень известный, распространенный прием для профилактики болезней. Вот Екатерина Гусякова пишет, что у меня тоже висит йод. А я хочу добавить, для профилактики болезней и для успокоения нервной системы тоже помогает. А вот пишет Оксана Бетельская, Иван Русский в пух и прах развеял этот метод, типа малая концентрация, однако у меня на 8 метров входит 3-4 пузырька, запах отшумелый, мне нравится. Ну вот мне тоже и запах нравится, и метод нравится. А Иван Русский, он много чего в пух и прах развеивает. Он начал свою деятельность с того, что всех наших почти блогеров, ну как предпозорил, в пух и прах разбил, но у них годами сложенная аудитория, никто от них не отвернулся. И еще мне интересно, что вот да, на этом канале очень много, он сидит в кабинете, он рассказывает, как лектор, но его личного огорода я вижу редко. И ничего не хочу сказать, но лучше бы он эти методы показал, как на своем огороде применяет, чем в чашках Петри. Ну это тоже, конечно, интересно, так, для расширения кругозора. Ну вот опять про то, что йод токсичен, это мы знаем все. У нас более токсичен, наверное, воздух. Я вам говорю, я живу в городе, который всю жизнь был, как сказать, скоплением вот этих предприятий военно-промышленного комплекса. Сибирь, глухая провинция, все тут в лесу, вот эти предприятия, там такой был запах, там такой кислотный вот эти дожди, там как выброс такой, дышать было нечем. Я думаю, тут йод покажется цветочками. Так, когда заправляли, Барыгина спрашивает, золой, сколько клали на лунку, я добавляю одну столовую ложку в лунку, но я хочу сразу сказать, что это надо смотреть, какая у вас земля, в зависимости от кислотности. Вот у меня земля кислая, и мне зола во благо, но я читала, что если у вас щелочная, ну грунт имеет, щелочная у вас земля, то золой увлекаться тоже не следует, потому что она щелочь, она еще больше делает реакцию щелочной, и это я потом постараюсь сделать вам видеоролик. Есть метод определения кислотности грунта по растениям, я знаю, что вот у меня мокритисы, подорожник, вот эти вот, это все указывает на то, что грунт у меня кислый, и мне вот, можно ложить, переложить эту столовую ложку, можно две столовых ложки, она наоборот раскисляет мне, и делает почву более пригодной, но, опять же, нужно смотреть, какой у вас грунт, некоторым может быть, и не надо даже золу добавлять. Вот томатные записи мне советуют, что есть градусник на Алиэкспресс, совсем недорого, с датчиком, у меня на два повесил, датчики в доме, а дома показывает, какая температура, но я вот пишу, что до меня цивилизация еще, вероятно, не дошла, я не только этого градусника не имею, я вообще смутно представляю, что такое Алиэкспресс, вообще, это Китай, откуда можно заказать, думаю, дети в курсе, очень классная вещь, в одном из видео я вам сказала, на досуге, посмотрите, но мы, если честно, ничего не заказывали, ни разу не из Китая, ни откуда, ну, бывают люди такие, которые не пользуются Алиэкспрессом, но буду знать, посмотрю, постараюсь у нас в магазине, так, сейчас будем закругляться, уже 24 минуты, так быстро проходит время, когда я сяду разговаривать с вами, полчаса прям, как одна минута, а тут бы можно было еще и сейчас продвинется, у меня еще, блин, я не только Алиэкспресс, не знаю, у меня еще интернет какой попало, не продвигает, это тянет, так, радостного сезона мне желают, вот пишет Анна, Акинтеева, вы будете сажать по 2 Демидова, ну, в одну лунку, в те лунки, которые готовились сегодня, я вот эти, как раз с края, которые я показывала, с ложечками, с воткнутыми, я как раз и готовлю, вот для Демидова, для Клуши, и всех подобных, потому что они очень низенькие, и я в этом году, самые первые, хочу еще показать вам метод, еще более, который ускоряет, то есть, обрезать верхушку, оставлять 2, 2 или 3 кисти, и вот один Виктор Шадрин, один наш вот зритель, просил показать мне про это в видеоролик, как они будут созревать, но я покажу, что когда мы ограничиваем количество вот этих завязей и кистей, то созревание еще больше ускоряется, и вот в этих вдоль, ну, самой стеночки, с южной стороны, будут расти как раз вот эти несчастные томаты, которые я буду апчекрыживать, это для них, они такие маленькие, низенькие, и будут, должны быть самые первые, покажите свои баклажаны, я вот сегодня уже ответила, что покажу на днях, тут рассмешили, не могу остановиться, это, наверное, про овечку, Олечка, овечка, где одна буква не так пропечаталась, и Олечка превратилась в овечку, так, висит йод, да, с прошлого года пустой, это я уже лично там людям ответила, спасибо, пишет Татьяна Ледовских, спасибо за советы, помогут вырастить урожай, я надеюсь, нынче мы все вырастим свой урожай, потому что невозможно, после такой вот, как, массированной атаки с моей стороны, я про все рассказываю, вообще все, каждый вздох, каждый чик, все, что я делаю, даже где делаю правильно, неправильно, все показываю, вот Марина Кириана, на этом мы и закончим, Оля, вопрос не по теме, как удалось так похудеть, но я вот уже ответила вам, и еще всем отвечу, я осенью поделилась со всеми, я делала такой, как оздоровительный курс, диета огородника, есть на канале специальный плейлист, диета огородника, есть видео с подробными объяснениями, и с подробным меню, я все, 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 все рассказывала, что ела, но вот там был период, у меня осенний, где в меню входили все овощи, которые я закладывала на хранение, то есть морковь, капуста, томаты, перцы, все это я уже съела, и сейчас вот, как только начнутся первые вот это зелень, я хочу начать второй период, на этом не хочу остановиться на похудении, мне это очень понравилось, мне стало, и многие заметили, я стала лучше выглядеть, после выхода на пенсию, я говорю, что я вышла на пенсию, выжатый как лимон, у меня и голос был другой, и взгляд другой, и вид другой, сейчас я такая прям это, как сказать, поработала над собой, оздоровилась, я и чувствую себя хорошо, вот выражение скачу, как скоро точно заскачу, у меня хорошее настроение, у меня хороший внешний вид, все, и хочу начать второй период диеты огородника, та была осенняя, а это весенняя, теперь в нее будут входить салат, огурцы, вот первые томатики, редис, лук зеленый, все, что сейчас весной будет вырастать, я все буду съедать, я поняла, что это не только вкусно, оно и полезно, это очень благотворно, все влияет на меня, ну и на всех других, так что девочки, беритесь все, начинайте сеять раннюю зелень, начинайте, все будем сеять, и шпинат, и редис, и лук зеленый, и укроп, и у меня вырос в огороде, сейчас показался, завтра покажу, вот этот он, кто карамболь, что ли называется, вот этот египетский лук, чеснок, как я его люблю, какой он вкусный, его обязательно посадите, у кого нет, выращивайте, это такая вкуснотень, все, до свидания, желаю всем быть здоровыми, красивыми, чтобы у вас также были томаты, все красивые, все здоровые, и все овощи были вкусные, и полезные.